привет я добрый день добрый день я предлагаю начинать а михаила пока нету давайте начнем да присоединиться какой план у нас сегодня вроде бы мы хотели посмотреть бизнес-процессы технологические процессы в лаборатории да михаил александр хотели немножко рассказать о текущих реализациях схемах профилей лабораторных исследований вот так же мы хотели сегодня обсудить микробиологические исследования да ну я сразу скажу у нас немножко руководство по реализации еще день-два буквально там учитываем дочитываем ошибки подправляем то есть я думаю в понедельник уже она точно будет отправлено вот может быть вы расскажете просто кратенько какие там ключевые изменения по сравнению с текущей реализации в частности микро результатов значит есть два ключевых изменения первое маленькое другое большое маленькое изменение связано с тем что мы расширили примеры лабораторных исследований то есть там уже не только ну так и чисто технический пример с разными параметрами небольшой коле какими-то экзотическими а мы показали пример как реализовать общий анализ крови или клинический анализ крови с помощью этого см да вот это как бы какая вещь просто для того чтобы продемонстрировать демонстрировать как мы подходим к профилям вот второй это ну основное новшество самое большое это как раз возможность передачи результатов микробиологических исследований и в чем там основная сложность была правильно разработать основные ступени микробиологического исследования потому что там есть во первых ненаправленные исследования ненаправленные тесты то есть определение микроорганизма в такой-то и такой-то среде далее есть выявление роста это вот принципиальная вещь которую пришлось придумывать вот немножко пришлось пытать микробиологическое исследование потому что сначала материалом является например там дренажная жидкость для ненаправленного исследования а после того как там рост появился материалом становится уже сам микроорганизм который растет и уже к нему мы определяем чувствительность антибиотиков не крайне к дренажной жидкости которая была исходным материалом а уже вот конкретному микроорганизму вот поэтому пришлось добавить несколько новых тестов СЛА ну цепочка вот таким образом и описано то есть сначала ненаправленный тест рост обнаружен рост не обнаружен дальше мы можем передавать что обнаружено таких может быть несколько микроорганизмов уже каждому микроорганизму существует возможность передать тесту чувствительности к антибиотикам причем передать как минимальную ингибирующую концентрацию антибиотика так и ну такую качество номинальную градацию тогда нечувствительные слабочувствительные и чувствительны то есть это стандартный вот микробиологические процессы мы долго думали ломали голову как описать так чтобы не изменять во первых существующую структуру сильно вот это первое и второе не ломать серий то есть не вводить никаких расширений национальных потому что у нас сейчас проект идет параллельно по другому сэмду и мы огромная кучу времени тратим из-за того что нас вынудили включить туда всякие расширения вот и к сожалению это приводит к тому что появляются сложности на этапе парсинга документа не все инструменты работают правильно поэтому мы уже в экстренном порядке срочно изыскивали возможность как обойти эти сложности поэтому мы когда делаем руководство по реализации то мы стараемся максимально не использовать расширение вот понятно о чем я говорю да да вот то есть это вот основные новшества поэтому выйдет руководство оно очень похоже на предыдущие но она расширена первое за счет примера общего анализа крови второе за счет примера демонстрации как можно передать микробиологическое исследование и в связи с этим фасалы и было добавлено несколько новых тестов вот как бы что было сделано но для того чтобы такую простую достаточно структуру придумать перепробовали кучу вариантов поэтому фактически такая квартальная работа была несколько вариантов пробовали решили остановиться пока исключили из микробиологического исследования бактериоскопию то есть раньше была идея взять еще и включить туда этап когда визуальный микроскоп определяют тип флоры что это коки или там палочки грамм положительный грамм отрицательный есть такой тест но учитывая что он все-таки сейчас делается не всюду является более менее самостоятельным исследованием вот мы не стали усложнять структуру чтобы туда еще это вот как бы поместить вот я еще раз повторяю вот просто нашли ошибки при перечипке исправляем буквально сегодня в понедельник уже разошлем участникам ну наверное мы вам это выложим в нашем канале в телеграме чтобы он был доступен этот документ вот так если коротко то все что могу сказать спасибо а будет ли такой тест общий для определения чувствительности микроорганизма к антибиотикам или другим препаратам а что значит общий сейчас по ссылке есть тесты по определению чувствительности к антибиотикам они есть уже да есть тесты и там уже идут конкретные антибиотики вот приходится использовать из номенклатуры медицинских услуг у них там есть услуга определение чувствительности вот она нужна нам для указания вот файер структуре в коде observation то есть на что заказали тест она служит как бы объединением панелью уже для конкретных антибиотиков вот интересно в новой структуре ну это вот опять же вопрос вот смотрите это опять вопрос касается исследования его оплаты по аналогии могу сказать та же проблема существует например в мрт магнитно-резонансной томографии то есть там есть в номенклатуре медуслуг мрт ну анатомической структуры какой то то есть не важно что мы в катушку помещаем голову или ногу грубо говоря то есть по цене это все одно потому что есть аппарат у него есть амортизационная стоимость есть время работы есть техническое обслуживание и так далее из этого складывается цена и совершенно не важно для информационной системы ну которая на оплату подает что собственно было сделано с точки зрения медицинской это и есть самая важная часть по коленный сустав или там плечевой и так далее вот поэтому мы когда делаем такие справочки мы стараемся сопоставить с кодом номенклатуры медицинских услуг то есть мы выбираем в нашем случае микробиологического исследования чувствительности к антибиотикам конкретный тест то есть конкретный антибиотик и это тест ФСЛИ но ему сопоставлен код номенклатуры медицинских услуг то есть у нас часто так бывает что несколько тестов лабораторных соответствуют одному и тому же коду номенклатуры медуслуг поэтому теста определения просто чувствительности к антибиотикам и не может быть точно так же как не может быть в справочнике МРТ одной области вот именно по этой причине Не знаю, ответил я на вопрос. А тогда планируется ли вводить профили для микробиологических исследований, которые бы смогли решить эту задачу? То есть название профиля могло бы быть «определение чувствительности». То есть что-то, нечто обобщающее, уже конкретные тесты к определенным эффектам. А такой тест есть. А, вы имеете в виду отдельно ненаправленный тест определения чувствительности? Видите, в чём дело? Врач не назначает определение чувствительности к микроорганизму. Он назначает проведение микробиологического исследования. А само определение чувствительности к антибиотику уже входит в технологический процесс этого исследования. Давайте мы подумаем. Если мы основания какие-то увидим для добавления такого теста, его можно добавить? Просто пока не очевидно, для чего это нужно делать. Ну, бывают же такие случаи, когда заказывают экспресс-тест. То есть они заказывают экспресс-тест просто на обнаружении микроорганизма. Есть там кто-то или нет кто? И не делают чувствительности. То есть они просто обнаружили кто-то или не обнаружили. А чувствительность они не успевают делать, потому что это тест экспресс, и им нужно чисто факт, обнаружен кто или не обнаружен. Да, я, по-моему, уже об этом и говорил, о том, что есть тест, рост обнаружен или не обнаружен. Вот такие тесты добавлены. Ну, на самом деле, редко, когда врач назначает такое исследование, потому что его всё-таки интересуют вопросы клинические, а клиника — это нужно как раз на антибиотики выход, чем лечить. А вот этот рост обнаружен или не обнаружен — это промежуточный итог. Для того, чтобы врачу сказать, что да, вот в этом образце есть что-то, что-то растёт. И потом вот то, что растёт, становится материалом для следующего исследования, как бы для следующего этапа. Я вот просто ещё раз говорю, сейчас звучит предложение добавить как тест или как профиль определение чувствительности к антибиотикам, так как звучит номенклатура медицинских услуг. Вот пока не очевидно, в какой ситуации это нужно делать. То есть для оплаты код номенклатуры медицинских услуг, безусловно, должен быть сопоставлен с этими тестами. Ну, так это и сделано. То есть есть тесты, там их несколько десятков, определение чувствительности к антибиотикам конкретным. Их можно использовать. А они соответствуют одному коду номенклатуры медицинских услуг. Ну, может быть, я не очень понимаю сути вопроса. Давайте мы так сделаем. Вы посмотрите руководство в понедельник, там во вторник, до следующего нашего созвона. Если вопросы останутся, может быть, какие-то примеры ещё продемонстрируйте. Потому что надо, конечно, посмотреть, и тогда, может быть, будет ясно более. Мы сегодня будем смотреть лабораторию технологические процессы, бизнес-процессы, микробиологии? Да, добрый день, коллеги. Михаил, добрый. Да, добрый день. Александра, я попрошу вас, если будет возможность, вас отобразить всем то, что я скинул в группу, бизнес-процесс, который у нас был. Сделан. Это мной был сделан бизнес-процесс, поэтому там, возможно, будут недочёты, поэтому это первая такая редакция, поэтому попрошу очень глубоко посмотреть его, чтобы он был нормальным, эффективным. Александра, сможете, да, показать всем? Показываем. Так, видно экран? Да, да, видно. Ну, смотрите, суть какая. Ну, это как вот у нас была задумка, у нас не такой глубокий справочник, как у вас был сделан. Значит, ну, под словом исследования у вас, у вас профиль исследования просто, я так понял. Насколько я... Да, да. Да. Вот. Значит, ну, суть какая? Было проведено сопоставление исследования-тест по методам исследования. И на другой стороне как раз вот мы говорим о том, каким образом нужно оплачивать. Оплачивать всё равно по услугам только. Вот. Следующий этап работы – это провести сопоставление тест-услуга. Вот примерно как мы видим, ну, в частности, мы тут... Я больше, наверное, за себя говорю. Вот. Как мы видим, весь бизнес-процесс общения МИС и ЛИС в части лабораторки. Смотрите. Вот. Можно подавать либо... Ну, МИС заказывает либо исследование, и тогда приходит... В Адли попадает код исследования. Уже на стороне ЛИС в зависимости от того, каким методом лаборатория может выполнять. То есть любым из трёх, да, предположим. Ну, на некоторые профили, вот если соответствовать вашему справочнику, да, названию, по некоторым исследованиям есть там пять, да, там тестов, а по некоторым только один тест. Там выбора нету. Вот. Но если есть в лаборатории конкретный тест, она делает этот тест, и потом сопоставляется с услугой, и уже обратно из лаборатории уходят данные именно с услугой уже. Ну, с кодом услуги. А что значит с кодом услуги? Куда уходит услуга? Услуга уже уходит обратно в МИС. Вместе с, либо с самим исследованием, либо с тестом. Как было? Я не так. Вот. Всё то же самое, только уходят исследования. До этого у нас как уходило? У нас уходил тест вместе с услугой из ЛИС. Сейчас будут уходить исследования вместе с услугой. Я вот не очень понимаю, как может быть исследование результатом. Вот направление понятно. Общий анализ крови. Вот это исследование, в лаборатории его получило, общего анализа крови. А, нет, вру-вру-вру, будет тест. Вру-вру-вру-вру. Из ЛИСа будет уходить тест-услуга. Да, конечно. То есть тест... Да, 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 это я заговорился. Прошу прощения. Да, тогда понятно. Да, ну вот для обеспечения такой технологии должно быть чёткое соответствие между исследованием и теми тестами, которые могут вернуться. Да. Грубо говоря, я показываю общий анализ крови, а мне вернут там какой-нибудь иммуноферментным анализом. Да, 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 да. Абсолютно верно. Вот мы как раз в профиле, когда разрабатывали справочек, мысли была. Формализовать соотношение исследований и тестов. Это однозначно не получается сделать жёстко. То есть там есть люфт определённый. Но, с другой стороны, можно достаточно чётко ограничить, по крайней мере, набор обязательных тестов, которые должны быть. Вот что должно присутствовать. Вот. У нас есть проект справочника пока исследования теста. Ну, или профиль исследования теста. Да, но если вот соответствует вашему названию справочников, вот, я могу, в принципе, выслать для экспертного анализа вам. Давайте, давайте, мы посмотрим. Ну, я вот хочу только ремарку сделать. Смотрите, нет никакого противоречия профиль исследования. Мы умышленно не называли справочник исследований, потому что разница между словом исследования и тест лабораторный, она, ну, не для всех очевидная. Вот профиль и тест — это абсолютно разные вещи. Поэтому мы всё-таки выбрали название профиля. Исследование — это полный синоним, конечно. Ну, да-да-да, я вот в прошлый раз пытался вот сказать, что у нас, в принципе, то же самое, что у вас, только вы наглую ещё выше продвинулись, ну, насколько я понял. Ну, мы продвинулись в попытке как-то это легитимизировать, потому что вот у нас общий анализ крови, сейчас мы его, правда, подрабатываем ещё тоже, я надеюсь, очень скоро выложим, немножко там изменяем. Вот это уже будет профиль, ну, некий такой утверждённый, и мы его постараемся не трогать больше, чтобы вы могли, например, взять профиль общего анализа крови и попробовать отладить работу с этим справочником, например. Ну, да-да-да-да-да, я имею в виду, вы не только по методам исследования сделали разбиение, но и ещё одну иерархию сделали, что видно, что у вас очень глубокая работа была проведена. Ну, вот это вот первая версия бизнес-логика, которую вот я вижу, и, ну, я прошу всех коллег глубоко достаточно посмотреть на это, потому что наверняка там есть ошибки, и это, мне кажется, нужно всем, интересно будет всем. Я предлагаю включиться в работу и проработать этот процесс. Вот. Ну, вот очень важно, на мой взгляд, попробовать какой-то профиль исследования и реализовать. Схема, она правильная, она не видна. Вот. А когда это будет реализовываться, ну, во-первых, МИС и ЛИС должны понимать ФСЛИ в такой ситуации. Вот. Значит, они должны иметь возможность использовать этот справочник профилей и справочник лабораторных тестов. Вот. То есть попробовать вот эту технологию отладить, потому что, ну, как это, на схеме это просто выглядит, в жизни это может оказаться чуть сложнее. Да, я все это понимаю. Но, в чем преимущество этого дела, значит, вот сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда нам, например, из регионов приходят, участвуют регионы в проектах федеральных, ВИБИС и так далее. И вот от них требуют в информационной системе передайте тесты ФСЛИ. И оказывается проблема. К нам обращаются, говорят, вот у нас вот такой справочник. Открываем справочник региональный, который вот всюду используется. А там перемешка полная между профилями и тестами, куча дублирований. То есть очень сложно эту работу провести, ну, вот в один день. То есть это большой, сложный процесс перехода с одного справочника на другой. Потому что ключевая причина в том, что перепутано понятие тестов и вот этих исследований. Поэтому, ну, у вас проще в этой ситуации. Всё-таки ЛАТЭОС был построен близко по логике. Вот. И, ну, я думаю, информационные системы, вот исходя из той таблицы, которую вы нарисовали, они тоже готовы вот к такому взаимодействию. Просто вот это сделать, попробовать, как это будет в жизни. Да, нам бы тоже очень хотелось попробовать. И сейчас, как только будет немножко, отойдём, организуем работу с ковидом. Мы очень быстро. И коллеги из Нетрики тоже обещаются поддержать. Ну, то есть все-все-все готовы поддержать. И некоторые институты готовы поддержать. Что я могу с нашей стороны вам пообещать? Что если вы начинаете эту работу, то мы будем максимально быстро реагировать на какие-то задачи обновления справочника. Не хватает профиля, не хватает тестов. Вот это мы сейчас делаем практически в режиме онлайн. Поэтому на это можете рассчитывать. К нам из регионов заявки сейчас приходят очень многие. И мы стараемся её обрабатывать. Естественно, мы там не слепо это добавляем. Но вот уже опыт есть. Разборы этих заявок и добавления. Тем более по профилям мы можем ещё быстрее реагировать. Мы имеем возможность делать профили не утверждённые, скажем так, а рабочие, например, для конкретной лаборатории. Понятно. Ну, чтобы она на своих контрагентах провела эксперимент. Я понимаю, да. Да, то есть мы пока в режиме таком достаточно экспериментальном находимся, поэтому мы имеем возможность обновлять этот справочник быстро. И нам важно, почему мы в такой работе заинтересованы, потому что мы тоже хотим увидеть недочёты, которые могут возникнуть на этом пути. То есть пока это не попробуешь, не реализуешь, ну, соответственно, не будет видно, где неправильно сделано. Спасибо, Михаил, за администрацию, за то, что, за желание поделиться опытом. Александр, вы будете что-то нам сегодня рассказывать? Ну, отдельно нет. Я, наверное, просто хотел сказать, что вот я взял пример, ну, справочник, про который рассказывал Сергей в прошлый раз, и примерно показал, как это может выглядеть в фаере, потому что мы уже сейчас кодируем похожие схемы панелей и тестов, и, собственно, делаем это через план Definition, который рабочей группой каталога был для этого выбран. И, да, то есть там используется немножко другая логика, схожая, ну, немножко по-другим углом она смотрит. Фактически у нас в план Definition есть иерархия групп, групп всех своих детей объединяет каким-то selection behavior, вот, и это некая замена там кардинальности и справочник в сли, но они выразимы друг через друга. И вот здесь вот для общего анализа крови базового профиля показано, как, собственно, можно выделить группы так же, как они сделаны в справочнике. То есть, на первом уровне эритроциты, который состоит сам по себе из двух групп, это эритроцитарные индексы и среднее содержание гемоглобина. Вот, и первая группа развивается на, там, еще четыре метода, которые все объединены с селектором All, то есть все должно выполняться, да. А второй пример, он, почему я его оставил, вторая секция, это гематокрит. Там, собственно, группа имеет селектор One-O-Many, что фактически позволяет лаборатории выбрать какой-то, ну, от одного до любого количества тестов, которые внутрь входят. Вот. Это очень близко. То есть, ну, если... Да-да-да, то есть я просто хотел показать, что это выразимо, и что в FIRE уже есть ресурс, как это можно кодировать, и поэтому если лаборатории хотят каталог делать, то вот они могут по такому пути пойти фактически, чтобы там отображать, что из федерального справочника они у себя делают, например. Да, и это очень важный момент, потому что вот получается такая немножко казуистика. Профили, которые есть в федеральном справочнике, это тоже не окончательная вещь может быть. То есть, скорее всего, в конкретной лаборатории, возможно, потребуется профилизация этих профилей. Что я имею в виду? Ну, вот, например, средний объём элитроцита в крови методом автоматизированного подсчёта есть, а средней концентрации гемоглобина нет. Ну, просто в приборах нет этого. Вот фирма там одна включает их, другая не включает. Значит, можно на уровне лаборатории просто вообще вычеркнуть эти тесты, как вот несуществующие для этой лаборатории. Профиль не будет нарушен, но на практике их нет. То есть вот в процессе назначения, то, что уходит из МИС в ЛИС, этот тест вообще никак не фигурирует, его и не должно быть видно, например. А может статься такая ситуация, что, например, в лаборатории делается два обязательные, все четыре обязательно делаются. Не может аппарат сделать один из них. То же самое можно ужесточать общий профиль. Вот. Но это как бы всё равно, по сути, это очень близкая вещь. Да, это чисто формат представления. Александр, а это в каком стандарте у вас? Ну, я делал по четвертой версии. Я не смотрел более низкую, но если интересно, я могу посмотреть. Да, интересно. На самом деле для Питера будет интересно пока для прошлой версии посмотреть. Для третьей или для второй? Нет, для второй. Ну, я не уверен, что второй был план Definition, вот в чём особенность. Скажите, пожалуйста, а вы версии как можете часто продвигать Fire? Насколько там же сейчас динамично стандарт развивается? И, наверное, появляются такие ресурсы? Как раз Александра открыла страницу, там видно, как примерно по времени принимались крупные релизы. То есть вот второй приняли в декабре 15-го. Это ещё до СТУ. Да, потом третий приняли в октябре 19-го. Да, и четвёртый приняли в... Кстати, хороший вопрос как-то... 30-го там написано 30-го октября, интересно как-то. Да, между ними 6 дней. Да, я думаю, это на самом деле год 17-й у третьей версии, на самом деле, а не 19-й. Ну, то есть примерно раз в два года они должны выходить. Понятно. Ну, суть в том, что, конечно, когда появляются новые ресурсы, более подробно там описанные, более удобные, насколько в Fire можно быстро перейти на них? Ну вот у вас же используется он в городе. Насколько вы можете ресурс новый включить? Это хороший вопрос. То есть просто всё очень сильно зависит от проработки ресурса. Например, Observation, он достаточно хорошо проработан, и он почти одинаковый между версиями от второй до четвёртой. А есть вот сущности, которые очень сильно менялись, и насколько коллеги готовы их включать в своей версии API, это, наверное, вот кто-то из этого должен... Да, некоторые ресурсы, например, Order и Order Response, они есть в DSTU 2, но их уже нету, например, в четвёртой версии. Да, они выразимы, но то есть их можно чем-то похожим найти, как заменить, но там не один к одному, конечно, замену. Понятно, то есть привязка к версии всё-таки есть. Да, просто вы говорили. Вот у меня вопрос следующий. Смотрите, вот есть принцип версионности какой? Включаем всё, что было сделано, плюс ещё что-то. Вот как нормальные формы в СУБД и так далее. То есть я так понял, что в Fire всё-таки немножко не так. То есть есть элементы, которые утрачивают своё значение, и они в новых версиях признаны устаревшими, как в архив убраны. Да. Да, но сейчас такие сильные изменения уже меньше происходят, потому что часть спецификаций становится нормативной. Вот, и то есть такие вещи, которые уже стали нормативными, они не планируются, что они в дальнейшем будут сильно меняться или тем более удаляться полностью. Вот, то есть вот эта версия четвёртая, но уже относительно стабильная. Понятно. А в Петербурге используется вторая версия? Да, пока вторая. То есть это вопрос к реализации, так к метрике вопрос, да? Это новый API? Нет, нет. Метрика готова реализовать. Это вопрос в развитии... Принятия решения, принятия решения. Ну, сколько будут выделены средств на развитие системы в целом? Да, и поддержу ещё Михаила. Надо понимать, что версия... Эту версию, которая DS2-2 поддержала огромное количество разработчиков информационных систем, которые взаимодействуют с ней. То есть это не одна, а их много. И сложно сделать такой поворот себе вдруг, перейдя на четвёртую версию. Четвёртая версия есть, да, на рабочую можно обновиться, но все контрагенты, которые работают, они поддерживали DS2-2, и здесь нужна а, политическая воля, а, б, время, ну и деньги, наверное. Усилия, то есть нужны усилия, да. Да, да. Понятно. А получается, что по андефинишн ресурс появляется в третьей версии? Есть в третьей и выше. Понятно. Ну вот нам надо всё-таки... Я понимаю, во многом за мной, вот руководство мы выложим в ближайшее время, нам надо уже очертания СЭМДа увидеть в файре, как он будет выглядеть. Пусть там ещё не полностью наполненный. Вот. Но я объясню, почему. Вот сейчас обсуждается в очередной распорядок ведение электронного документа оборота, и один из ключевых моментов — это использование форматов обмена данными. То есть в той редакции, которая сейчас обсуждается, два варианта. Первый — это PDF-A, ну там, где нет информационных систем, чтобы люди могли вообще просто вот минимальные средства какие-то, могли создать эту PDF-ку, чуть ли не из ручной формы, может быть, и передать. Используется CDA, потому что уже много сделано на этом стандарте. И мы предусматриваем возможность, по крайней мере, это обсуждается широко, что нельзя ограничиться двумя стандартами. Надо вообще открыть дорогу, что когда появляются новые стандарты, которые удовлетворяют потребностям технологическим, чтобы они тоже могли использоваться наравне. Если поддерживает информационная система, ну, соответственно, можно добавлять. Поэтому нам нужно в рамках нашей деятельности, вот нашей рабочей группы, быстрее прийти пусть к минимальному Сэмду, ну, чтобы он уже был понятен, были понятны его очертания. Понятно, я говорю? Потому что у меня пока в голове нет понимания, как он будет выглядеть. Хотя я вот на Файере, у меня несколько дипломных работ, я брал студентов специально и говорю, вот сделай на Файере документ. То есть я помню, что есть композишн, есть бандл, и вот на этом мои ощущения заканчиваются. А нам нужно какую-то пилотную версию, пусть это будет простой Сэм, простой какой-то лабораторный анализ, чтобы он появился. Я как раз работаю сейчас над этим, то есть создаю вот эту страничку общую начальной документации, которая как раз и описывает общий бандл, общий композишн, там будет эндпоинт, то есть прямо уру указан, по которому можно будет попробовать свой ресурс, добавить на Fire Server и провалидировать его. Вот я думаю, к следующей встрече я смогу показать. Показать, ну отлично. Да, нам важно увидеть вот цельный документ, потому что даже вот по обсуждению тому, как это идёт по электронному документу обороту, среди экспертов нет единого мнения, что такое электронный медицинский документ. Вот сейчас будем пытаться договориться, определить это понятие. Совершенно разное понимание. Вот, а, конечно, в чём вот преимущество сидений на сегодняшний день, что там это понятно, как, блин, простая вещь. Есть XML, вот его можно подписать, вот его можно версионность обеспечить. Есть ряд свойств, которым должен соответствовать документ. И соответственно, ну если стандарт соответствует этому, можно на нём сделать. Значит, мы уже будем рассматривать, как вот кандидата для электронного документа оборотов. Вот, поэтому эта работа очень важная сейчас, мне кажется. Согласна. Спасибо, Александр, за схему, за рассказ. Елизавета хотела рассказать про работу в нашем текущем проекте для Чуваши, о реализации каталога. Ну, для нас пока что это услуги в основном, ну, мы видим это, в принципе, как профили. Вот профили... Ну, очень похоже, да. Да, очень похоже. Исследования профили. Ну, здесь как раз используется план definition, то есть, когда если мы выбираем так называемую комплексную услугу, мы их называем, здесь это получается профили, которые включают в себя ещё какие-то профили, то есть, вот здесь самая, ну, грубо говоря, простейшая группа крови резус-фактор, который назначают, и внутри это профиль, если так будет называться, и внутри у него могут быть три услуги, три профиля, может быть ещё добавление какого-то профиля, и привязка с возможными выполняемыми тестами. Вот, здесь завязка идёт реализованность использования план definition, observation definition, и... Activity. Activity definition, да. И ещё specimen definition – это для материала, то есть здесь для каждого, получается, для каждого профиля выбирается свой материал, который идёт проверка на соответствие, то есть если выбирают тесты с различным материалом, которые там указаны в справочнике, здесь будет выходить ошибка, что данные тесты не могут быть указаны в одном профиле. Вот. То есть у нас сейчас пока реализована такая версия нашего регионального справочника. для назначения врача. Это тоже близко, вот это действительно к справочнику профилей очень близко. Да. Вот биохимический анализ крови мне очень интересно. У нас эксперты договорились между собой, определили его, они его назвали биохимический анализ стандартный крови. Ну, у нас пока лаборатория не составила такое, что они выполняют, то есть в какой услуге они какие тесты выполняют. Они пока думают, пока составляют этот профиль. Почему это обсуждаю? Вы можете смело ссылаться на федеральный справочник, говорить о том, что это согласовано с Федерацией лабораторной медицины. И если они имеют своё альтернативное мнение, мы это можем вынести снова на повторное обсуждение с экспертами. Просто понимаете, биохимический анализ стандартный, должен трактоваться стандартно. Другое дело, что могут быть вариации для гепатита, для холонгита, для гастрита, для чего хотите. Можно делать потом узконаправленные биохимические профили. Но стандартный, почему он называется стандартным? Его делают перед госпитализацией, например, всем. То есть его делают, когда поиск хоть максимально широкий, и нужно просто посмотреть основные маркеры, ключевые в крови, биохимические. Вот этот набор утверждён. Поэтому вы со своей стороны, мне кажется, можете тоже предложить врачам посмотреть на это. чтобы не появлялись новые профили, не оказалось, что биохимический анализ крови они будут стандартный по-своему трактовать. Ещё раз повторяю, он обсуждён очень серьёзно. У меня тоже возникает такой вопрос, потому что каждая лаборатория может по-своему трактовать профиль. То есть исходя из их реагентов, исходя из их оборудования, они по-своему выполняют то есть набор тестов, которые как бы входят в этот профиль. Поэтому у каждой лаборатории получается свой индивидуальный профиль. Поэтому надо смотреть... Так не может быть. Так не может быть. Я просто имею в виду то, что обобщённые, да, то, что какие-то в целом могут быть использованы тесты, если рассматривать комплексно, то есть из этого списка лаборатория выбирает те, которые подходят для своей лаборатории. Да, то есть получается, мы берём федеральный справочник профиля и загружаем его. Дальше каждая лаборатория уже заходит в свой рабочий кабинет, загружает себе один из профилей, уже указывает конкретно, какие из тестов, там где один из нескольких можно выбрать, она будет делать и сохраняет этот профиль уже как экземпляр профиля этой лаборатории. Понятно. Понятно, да. Ну вот просто это важная вещь, чтобы у вас тоже не номер услуги стоял в профиле, а код СЛИшный. Вот вы подумайте над этим. То есть услуга тоже должна быть. Но услуга может стоять не только на профиле, но и на самом тесте. Вот в биохимии вы с этим столкнётесь. То есть там не биохимический анализ крови оплачивается, а очень часто оплачивается набор конкретных тестов. И непонятно, что для больницы выгоднее. Ну каждый тест привязан к услуге получается. В биохимии чаще всего так. Я один к одному. Ну видите, есть ещё, нужно посмотреть, по-моему, биохимический анализ тоже есть как услуга отдельная. Могу ошибаться. Надо посмотреть. По-моему, есть. Ещё меня очень удивило, то что анализ крови на гормоны, там очень много тестов, и каждая услуга соотносится один к одному. И они в основном объединяют это всё в одном значении. То есть анализ крови на гормоны, и там список каких-то гормонов. И получается список услуг и список тестов с соотношением один к одному. Ну это такая вещь очень, так сказать, смешная, потому что, но это всё равно, что сделать общий анализ крови всего. Когда говорят гормонов, представляете, сколько гормонов в организме существует. Ну, во-первых, у мужчин, они одни, у женщин другие смотрятся. Во-вторых, вот мы пытаемся сейчас утвердить профиль, пока разные мнения выслушиваем. Анализ щитовидной железы. Есть скрининговый анализ, есть углублённый анализ. Какие тесты должны входить? Тоже гормоны щитовидной железы, там пара щитовидной железы. То есть, конечно, нужно более группы такие клинически осмысленные назначать. Вот. Ну и я понимаю, что вы с клиницистами работаете, но ещё раз призываю, вот смотрите, если от нас нужна будет помощь методологическая в плане продвижения этих профилей, потому что мы сами их не придумываем. Мы работаем с экспертами, которые нам говорят, вот так мы договорились между собой, что биохимический анализ крови стандартный, содержит вот такой набор. Или общий анализ крови содержит вот такой набор и не содержит соя, например, скорость седания эритроцитов. Была достаточно бурная дискуссия, по-моему, рассказывала. Сейчас они приняли решение, что соя — это не общий анализ крови. То есть, несмотря на то, что он в бланке от 80-го года присутствует, поэтому в голове у всех соя — это часть анализа крови. На самом деле сейчас технологически, идеологически — это совершенно другое исследование. Поэтому, когда вам говорят, что добавьте мне в рамках, мы будем делать общего анализа крови, вы всегда можете сослаться на федерацию и сказать, что федерация считает по-другому. По крайней мере, то, что я видела, они хотят сою видеть. Вот я вам умышленно рассказал эту историю, потому что я сам был на съезде, и когда состоялось голосование два года назад почти уже, когда они пытались только поставить эту проблему, кто считает, вот сою внутрь входит или это отдельное исследование, голоса разделились ровно пополам. Ровно пополам. И потом было еще полтора года обсуждения достаточно жаркого. И потом федерация решила, вот они приняли такое решение. Поэтому врачей тоже надо перестраивать. Почему я вам говорю? Потому что им надо объяснять. Потом же с вас отчеты потребуют. И отчет будут собирать сою отдельно от общего анализа крови. То есть тут роль информатизаторов, она тоже очень важна в том, чтобы правильно все это организовывать. Врачи могут не знать, не помнить. Они так привыкли. А есть уже решения, которые определяют общую позицию сообщества. А если лаборатория захочет создать себе кастомные профили, по сути, какой-то набор комплексных услуг, и сказать, а вот мы будем делать тест, вот анализ крови плюс соя, и профиль бы звучал в технический анализ крови плюс соя. или там общий анализ крови плюс соя. И они бы себе в правилах биллинга бы уже сразу выставили сумма за анализ крови плюс сумма за сою. Никто не запрещает. Более того, это вы уже близко к пресс-куранту подходите. Там свои задачи, вот как цену выставить. Они бывают по разным соображениям формируются. Почему нет? Ну, я думаю, что мы бы отделили работу бухгалтерии от клиники, и в бухгалтерию бы мы отсылали только коды, скажем так, выполненных услуг или выполненных профилей или тестов. А они бы уже там себе по этим кодам выбирали, выставляли цену на оплату. Да, но тогда вам придется привести в соответствие пресс-курант, по которому они работают, с платными. Если есть там платные пациенты, я не знаю. Ну, правда, сейчас с пресс-курантами проще в том плане, что они должны соответствовать номенклатуре медицинских услуг. А это значит, что они близкие к профилям существующим. Но, опять же, вы не ограничены. Вы можете взять текущие утвержденные профили и как-то их скрепить между собой в конкретной лаборатории, настроить. Это тоже будет работать нормально. То есть, получается, что уже в экземпляре профиля лаборатории конкретно будет указано, соответствует он какому-то федеральному профилю? Совершенно верно. Кастом. Совершенно верно. Мы сейчас как раз прототип в разработке рабочего кабинета лаборанта, где он будет вводить результаты выполнения лабораторных исследований. Конкретно сейчас работают над микробиологией. Вот пример, когда направление приходит из низ, направление и материал для анализа. И на этом экране папа-ран будет вводить результаты. Он берет в работу направление, отмечает дату доставки, вводит какую-то характеристику. Переходит к следующему шагу высеивания материала. И дальше при обнаружении бактерий выбирает список бактерий обнаруженных. Ну да, все очень логично. Вы увидите, так это примерно и работает в руководстве по реализации. Здесь же может привести количество, если есть. И перейти к следующему шагу. То есть для каждой бактерии вводить уже антибиотики и результат проверки чистотенности. Сейчас пока что мы используем метриковский справочник, так как делаем интеграцию с партнерсенбул и там свои требования, своя структура и свой справочник. Я так понимаю, что в этом месте нам нужно будет переходить на справочник тестов. желательно, да, потому что единые коды нужны будут. И наверняка сейчас же еще есть вот эта программа, которая защита в МКНС, сейчас они по-новому называются, команда, мониторирование биологических угроз, там это, скорее всего, тоже может понадобиться в кодах. Ну а так все вот, да, я не увидел только, а вот минимальная ингибирующая концентрация есть. Вот таким образом планируется так, что... да, да, оно выглядит разумно. Вот, и здесь вот хочется, ну, видимо, будет реально диктовать свои пожелания сделать шаблоны антибиотиков к определенным группам микроорганизмов, чтобы каждый раз не набирать полную. И, возможно, это тоже можно оформить профилем. Может быть, это разумная вещь, набор антибиотиков к микроорганизму, да. Там просто проблема в том, что они, по-моему, еще сам не всегда определяют сам микроорганизм до конца, а уже диски устанавливают, то есть параллелят этот процесс. Ну, это надо узнать у микробиологов, как это выглядит. но они хотят эти шаблоны или профили такие делать. Ну, опять же, давайте, если будут какие-то наработки, вы присылайте в регламентную службу, мы экспертам передаем, если они говорят да, разумно, мы это добавляем, потому что это обозримая работа. Хорошо. Еще насчет меня вопрос такой тогда здесь же. Есть такая услуга определения фенотипа резистентности. Вот, да, последняя. Если получается микроорганизм нечувствительен к очень многим антимикробным препаратам, антибиотикам, то у него определяет механизм защиты. Это услуга как бы дополнительная и за отдельную плату они, то есть, как мне в больнице клиницисты рассказывают, то, что они созваниваются из больницы и спрашивают, будут ли заказывать эту услугу или не будут. Если будут, то они ее выполняют и выполняют уже группам антимикробных препаратов, то есть не конкретному антибиотику, а группе. И выявляют получается механизм защиты самой бактерии, вот этой фенотип резистентности. И это вот, так как это такая плавающая услуга, у нас она возникает постоянно камнем предсказания, то есть, как ее заказывать, надо ли ее изначально заказывать в направлении. Это у нас тоже получился такой вопрос. как раз то место, где нам нужна ненаправленная общая услуга или профиль или название теста. Сейчас, а почему вы не хотите это профилем так и сделать, фенотип резистентности? А, или это для кон... Да, это для конкретных случаев, то есть, она может быть неявная, заказ, то есть, ситуации могут быть разные, и этот микроорганизм вдруг мутировал у этого человека и начал быть нечувствительным ко многим антибиотикам. И надо, чтобы определить вот эту дозу, которая будет для человека наиболее эффективной, но наименее меньше вреда наносить, они здесь вот это определяют фенотип резистентности, какую дозу человеку нужно дать. И это непредсказуемая услуга, можно так сказать, то есть, нельзя предсказать, когда ее закажут, а когда ее не закажут. Ну, это дополнительная некая вещь. Давайте мы подумаем. Нам больше для воркфлоу, для рабочего процесса, получается, нужна какая-то сущность, которую мы могли бы сказать, заказываем, не заказываем, или заказываем при таком-то условии. Вот смотрите, еще раз я повторю эту мысль, что вся бизнес-логика, как использовать профили, она должна быть на стороне приложения, потому что логика у всех разная бывает. Другое дело, что, возможно, профиль такой понадобится, и не один тогда, потому что фенотип резистентности для данной группы микроорганизмов может быть один. Фенотип резистентности для другой группы организмов может быть другой. Там же влияет роль это грамм положительный, грамм отрицательный. То есть это, скорее всего, профили совокупности тех антибиотиков, которым нужно определять чувствительность. То есть если они смотрят, опять назначили чувствительность, если ко всем пяти устойчив, одно решение, если к трем из двух чувствительные, другое решение может быть в этой плоскости. Давайте мы познакомимся поближе с тем, что имеется в виду под фенотипом резистентности, и попробуем тогда решение какое-то продумать, предложить. Я хочу еще сказать, что мы здесь смотрели на план definition, на самом деле он чуть посложнее, он сильно посложнее. Там есть такая сущность, как условное включение групп. То есть фактически как в каталоге можно описать следующую ситуацию, что первые два блока выполняются всегда, а третий только, ну или там четвертый, любое количество, только при выполнении какого-то условия. Причем условие может быть формулировано формально, а может быть введено текстом. То есть если лаборатория как бы глазами будет это интерпретировать, то это тоже рабочий вариант. И когда это превращается в заказную номенклатуру, то это переходит, если мне память не изменяет, в request group. И в request group тоже есть возможность указать, что ну то есть в план definition мы говорим, что лаборатория поддерживает такой флоу, а в request group мы говорим примерно следующее, что мы выбрали набор компонентов из того, что делает лаборатория, и хотим, чтобы первые два делались безусловно, например, а третий делался только при условии, что какие-то там первых двух кондиционы были. это логично, это логично, но еще раз повторяю, это логика не на стороне нормативно-справочной информации, это логика может быть либо на стороне клинических рекомендаций, либо зашита она вот самой лабораторной системе, либо в миске, вот это уже там, вы правильно совершенно говорите, это реальная жизнь, но это не вопрос справочника сейчас, по крайней мере. Да, я хочу просто сказать, что у нас вот сверху есть вот пришлепка, которая у нас как бы есть, ну, ввиду стандарта, и мы можем ее использовать, чтобы решить вот конкретно вот эту проблему, которую сейчас описали. Да, наверное, наверное, так и надо делать. Ну да, мне кажется, что в профиле это может быть, то есть мы делаем тут общие, здесь чувствительность, а здесь, ну, при определенных условиях говорим, под профиль определение фенотипа резистент, один из, и здесь перечисляем возможные уже тесты из справочников СВИ. Да, да, наверное, так. Ну, или профиль сначала, а внутри профиля уже лежат тесты. Просто вот эти тесты, скорее всего, это набор каких-то антибиотиков, чувствительности к антибиотикам, может еще что-то понадобиться. Давайте мы этот вопрос проработаем просто вот с экспертами, подумаем, уложимся мы или в существующую структуру, или что-то еще нужно будет. Да, может быть, попробую сделать первый микробиологический профиль вот для подобной задачи, когда вот, не знаю, там все три надо выполнять, и обнаружение, и чувствительность, и фенотип. микробиология, это не благодарное дело в каком плане, это самый сложный раздел клиника лабораторной диагностики. тем более, и проще. тем более, это я с вами согласен, но проще найти общее решение на простых вещах, на таких стандартных клинических анализах, которых много достаточно, крови, общий анализ крови, общий анализ мочи, коагулограмма. Я не призываю это оставить и отложить, этим надо заниматься, но вещь вот очень непростая, она может время за ней. А с клиническим анализом крови можно уже прямо сейчас или с коагулограммой отладиться. Ну что, тогда, наверное, основные вопросы мы сегодня обсудили, или есть еще что-то к обсуждению? Я хотел бы Александре попросить, Александра Иванова, если можно будет на втором стандарте показать, каким образом в эпоколе-модексе что-то есть, да. Я в эпоколе-модексе запихнуть в справочник профиль исследований, можно ли будет туда или нет. Хорошо. Спасибо большое. А кому интересно, для четвертой версии, то у Fire есть руководство по внедрению каталога схема с использованием Pan Definition, Activity Definition, Position в качестве заголовка каталога верхнеуровневой сущности, других ресурсов и много примеров. Как раз-таки ИСУС в том числе с условиями, когда в зависимости от материала должны выполняться разные тесты. Вот, например, здесь, когда группа к ссорам объединяется, и в зависимости от материала выполняются разные тесты. Вот, можно здесь посмотреть разные примеры реализации вот этой вот схемы. Ну что, на этом все тогда? Всем спасибо. Да, сегодня все тогда. Вот, с меня, с нас обновленное руководство по реализации, и на следующий раз что мы планируем? Мы планируем страничку общей руководства по реализации СЭМП на Fire, URL, то есть в точку взаимодействия с Fire сервером, куда можно отправить банду и проверифицировать его на соответствие уже каким-то требованиям СЭМП. возможно по каждому верхнему уровню. Сергей Леонидович, еще хотел вопрос задать. А планируется какая-то корреляция справочника микробиологии со справочником HUNET, который, помните, я уже сдал вопрос достаточно давно? Ну вот, когда мы делали этот справочник микроорганизмов, мы анализировали этот названный вами справочник и американский, специализированный и так далее. То есть мы увидели, что они неполные все, к сожалению. Для ВОЗа это вообще очень часто. То есть они что-то делают, а охват неполный. Вот МКБ у них еще удачная реализация, вот десятую я имею в виду, а со всеми остальными их потугами вроде бы они идут в какую-то сторону, но охват у них неполный. Поэтому мы в свое время отказались от этого пути. если нужно модернизировать справочник, добавить коды кунет, мы не против. Единственное, нужно, чтобы кто-то взял на себя эту работу, инициировал. Смотрите, если у вас есть наработки, вы можете сделать ее, значит, мы ее встроим и опубликуем новую версию уже с соответствующими кодами, проблем нет никаких. Если это нужно всем, но у вас нет ресурса этим заниматься, мы это можем рассматривать на включение в план работы на какой-то. У нас сейчас уже второй и третий квартал уже заняты, то есть уже планы сверстаны, они есть, то есть только если это разговаривают про четвертый квартал, вот так могу сказать. Я понял, я тогда со своими коллегами, экспертами переговорю и обратную связь на следующем этапе уже дам. Хорошо, хорошо, конечно. Нет, если это нужно выведите, то мы это добавим, безусловно. Спасибо. Все, тогда всем спасибо, до встречи. Хорошо, спасибо всем. Когда мы встречаемся? Давайте следующей пятницы в четыре? Давайте ориентировочно следующей пятницы в четыре. Спасибо, коллеги. До свидания. Всего доброго. Спасибо, до свидания.